Рейс Каттерхам Новый город, пустынные пригородные пейзажи, аскетичные модели автомобилей, да и вообще картинка какая-то картонная. The Hell in Vietnam Это шутер от первого лица, поделенный на 8 миссий. Каждая из них — это полномасштабная военная операция, выполнить которую под силу только самым лучшим бойцам армии США. Marine Sharp Shooter 3 Геймплей грызгучен до безумия и сводится к бесконечному вспахиванию на своих двоих огромных, но пустынных карм, а также методичному отстрелу, показавшихся на горизонте супостатов. Привет, народ! Это снова Борик и Фак. Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Переходим к делу. Американская фобия, обращенная на арабский мир, уже стала притчей во языцах. Из года в год нас почуют героическими эпопеями, повествующими о том, как бравые американские парни насаждают демократию на Ближнем Востоке. Индустрия компьютерных игр не становится исключением. На волне агрессии, связанной с ядерными разработками в Иране, вышла третья часть сериала «Marine Sharp Shooter». Посмотрим, что из этого получилось. В третьей части «Marine Sharp Shooter» в качестве сюжетной линии нам предлагают следующую историю. Неугомонные иранские спецслужбы наконец-то нашли у кого закупить пару-тройку ядерных ракет. Выставщиком оказался известный делец черного рынка — Кеслер. Естественно, самая демократичная нация не могла мириться с таким геополитическим беспределом и незамедлительно высловала группу быстрого реагирования, состоящую из целых двух бойцов. Этими двумя SuperRambo, призванными спасти цивилизованный мир от оттального уничтожения по схеме Тегерана, нам и посчастливится поуправлять. Сюжет, естественно, линейен, как рельсы, и всем понятно, чем в итоге всё закончится. Системные требования игры таковы. Pentium 4 — 2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 1,5 ГБ на жёстком диске. Геймплей игры скучен для безумия и сводится к бесконечному вспахиванию на своих двоих огромных, но пустынных карт. Между двумя подконтрольными бойцами можно в любой момент переключиться, что, конечно, несколько разнообразит игровой процесс. Под конец игры нам даже дадут покататься на чуде американской промышленности — Джиппи Хаммер. Об искусственном интеллекте сказать нечего. Он отсутствует как вид, а если проявляет себя, то исключительно с позиции скриптов и нечестных приёмов. Наша оценка геймплея — 3 балла. Графика игры способна нанести вред людям со слабым сердцем. Городские миссии представляют из себя склейку из однотипных зданий и всякого хлама в виде мусорных баков и кирпичей. Само собой, ни одного мирного жителя. В общем и целом, ужаснее некуда. Об интерактивности окружения лучше тоже не вспоминать. У игры проблемы даже с запоминанием трупов врагов. Стоит вам отвернуться, и они тут же пропадут. Агонистические танцы перестрелянных наёмников способны вызвать зависть у работников цирка. Наша оценка графического, простите за выражение, наполнения — 3 балла. Что можно сказать о звуке? Он не выбивается из общей картины. Да, выстрелы вполне себе сочные. Чего не скажешь о работе актёров. Музыка в игре занудная, и её хочется выключить минут через пять. Наша оценка звучания игры — 3 балла. JerHead Studios — большие любители поработать с маленьким бюджетом. Таких шедевров в кавычках, как Marine Sharp Shooter, у них полно. И на каждом из них можно смело ставить печать, как делать не нужно. Наша общая оценка игры — 3 балла. Честно говоря, непонятно, как во второй половине 2007 года, когда вовсю гремят новейшие технологии на вроде Physics и DirectX 10, недобросовестные разработчики позволяют себе выпускать такой откровенно шаблонный продукт, не несущий ничего нового в жанр. Тем не менее, в качестве разрядки для мозгов, на пару-тройка часов эта игра сможет вас заинтересовать и вызвать даже ряд вопросов. На некоторые из них мы сейчас ответим. Первый вопрос. Как в игре встает дело с боеприпасами? Ведь трупы врагов сразу пропадают и не оставляют после себя ничего. Отвечаем. Все очень просто. Как только патроны у вас закончатся, то с неба падает контейнер а-ля Worms, после визита к которому вы смело можете продолжать палить направо и налево. Следующий вопрос. За кой черт в игре нужны дымовые гранаты? Может, я ими как-то не так пользуюсь или я что-то не понимаю? Отвечаем. Это вопрос философского характера. Спешим вас уверить, что в схватках с искусственным интеллектом они вам не помогут. Однако, если вы вдруг ни с того ни с сего решите поиграть с таким же безумцем в мультиплеер, то там дымовые шашки вам и пригодятся. Следующий вопрос. А есть ли в игре сюжетные ответвления? Или их нет? Отвечаем. Нет и не предвидится. Если вы решили пройти игру до конца, то не надейтесь, что на финальной заставке вам покажут ядерный гриб, встающий над Манхэттеном. Разработчики объясняют линейность происходящего на экране скромным бюджетом и, видимо, своей ленью. Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни злился на водителей автобусов. То затормозит слишком резко, то уснет на светофоре, а то и вовсе проедет остановку. Теперь у вас есть возможность показать, как надо. И самим сесть за баранку виртуального автобуса. Но не ждите легких побед. Нет, как оказалось, водить пассажирский автобус – задача совсем не из простых. Игра, как это принято в жанре симуляторов, разбита на миссии. В ходе каждой из них нужно проехать на автобусе по определенному маршруту и заработать на этом деньги. Кроме того, требуется не забывать про остановки, не пугать пассажиров экстренными торможениями и вообще демонстрировать образцово-показательную езду. На деле, конечно, достичь успеха сложнее, чем на словах. Во-первых, по городу снуют лиховые автомобили, которые постоянно путаются под колесами. Сталкиваться с ними нельзя, пассажиров это точно не обрадует. Во-вторых, у автобусов настолько убогие тормозные системы, что порой от досады хочется огреть кого-нибудь монтировкой. В-третьих, маршруты, конечно же, далеки от идеала. Бывает, что первые три остановки расположены в нескольких сотнях метров друг от друга. Даже разогнаться не успеваешь. Зато до следующей ехать целых пять минут по горной трассе, на которой, к тому же, невозможно выполнить обгон, не выехав на встречную полосу. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет всего 300 МБ. Геймплей бас-драйвера на любителя. Например, в самом начале одной из миссий перед нами стоит автобус, который, кажется, можно спокойно объехать. На деле же оказывается, что для этого надо предварительно сдать назад, потому что не хватит каких-то считанных сантиметров. Нет никакого смысла выжимать газ до упора и с трудом вписываться в повороты. Вспомните лучше поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Четверка за геймплей. Внешний вид игры повергает в уныние. Мы попадаем в какой-то мертвый город. Пустынные пригородные пейзажи, аскетичные модели автомобилей, да и вообще, картинка какая-то картонная. Стройка за внешний вид. Музыка ничуть не лучшая. Композиции скучны и однообразны настолько, что начинает раздражать уже через несколько минут игры. Четыре балла за звук. В общем, ничего хорошего у разработчиков из SE Software не вышло. Оно и неудивительно. Жанр симуляторов автобусов не самый популярный, а, соответственно, и вложения были минимальные. Натянутую четверку получает сегодня игра Bass Driver. Для тех, кого прельщает медитативный игровой процесс и возможность покрутить баранку виртуального автобуса, ничуть при этом не напрягаясь, Bass Driver будет отличным развлечением. Если же вы хотите спустить пар и раскласить лицо обнаглевшему водителю, рискнувшему подрезать вас на повороте или отправить на тот свет сотню-другую, ни в чем не повинных пешеходов, лучше возьмите GTA. В Bass Driver подобных забав нет и не предвидится. Здесь приходится решать куда более мирные задачи. Ответы на ваши вопросы по игре прямо сейчас. Вопрос. Я пытаюсь научиться проходить миссии как можно быстрее, но очков мне это не приносит. В чем дело? Отвечаем. Быстрое прохождение миссии всего лишь дает небольшую надбавку к прибыли, но чревато массой столкновений и проездов на красный свет, штрафы за которые несравненно выше. В этом-то, кстати, и заключается главный недостаток бас-драйвера. От черепашьей скорости происходящего рано или поздно начинаешь зевать. Вопрос. Ну никак не могу понять, как нужно тормозить, чтобы пассажиры не падали со своих мест. Отвечаем. В нижней части экрана имеется шкала, по которой можно следить за силой торможения. Как только стрелка попадает в красную зону, отпускайте тормоз. Вопрос. А как заработать побольше очков по дороге к очередной остановке? Отвечаем. Вы можете перестраиваться из одного ряда в другой без всякой необходимости. Главное, не забывайте включать поворотник. За каждое перестроение вы будете получать по 30 очков. Смотрите во второй части программы. Race Catterham. Отличная гоночная игра, которая почти не уступает своим предшественникам. Лучшей альтернативы на сегодня нет. Как минимум до релиза Race 2007 года. The Hell in Vietnam. Это шутер от первого лица, определенный на 8 миссий. Каждый из них — это полномасштабная военная операция, выполнить которую под силу только самым лучшим бойцам армии США. Смотрите во второй части программы. The Hell in Vietnam. Это шутер от первого лица, поделенный на 8 миссий. Каждый из них — это полномасштабная военная операция, выполнить которую под силу только самым лучшим бойцам армии США. Race Catterham. Отличная гоночная игра, которая почти не уступает своим предшественникам. Лучшей альтернативы на сегодня нет. Как минимум до релиза Race 2007 года. Из дневника полковника Томаса Коберна. В октябре 1967 года меня перевели на временную военную базу в Дон-Диене в качестве командира удаленного разведподразделения из четырех человек. К тому времени все мы уже служили очень давно. Мы были отлично натренированы для проведения диверсионных, информационных и разведывательных операций. Мы были полностью невидимы для тех, кто сам старался быть невидимым. Мы были готовы вонзить свои клыки вплоть врага. Однако зимнее наступление армии Северного Вьетнама выбило эти клыки. Вот так очень интригующе начинается новый шутер от первого лица с не менее интригующим названием The Hell in Vietnam. Играть предстоит за офицера сухопутных войск США. В лучших традициях жанра наш герой – настоящий терминатор. Пройдя подготовку в лучшем американском боевом лагере, он стал идеальной машиной для убийства. Война для таких, как он, стала любимой работой, которую они выполняют играючи, и ничто не могло остановить этих профессионалов. Так продолжалось до тех пор, пока нашего героя не отправили во Вьетнам. Самая профессиональная армия в мире, вооруженная самым современным оружием, увязла в непролазных джунглях этой страны. The Hell in Vietnam – это шутер от первого лица, поделенный на 8 миссий. Каждая из них – это полномасштабная военная операция, выполнить которую под силу только самым лучшим бойцам армии США. В вашем распоряжении окажется оружие американских солдат образца 1968 года. Кроме этого, вас ждут не менее детализированные модели вооружения армии Вьетнама – автомат АК-47, автоматический ППШ-41, гранатомет РПГ-7 и еще целый арсенал всевозможных средств убиения. Не забыли разработчики и о боевой технике. Вам предстоит прокатиться на патрульной лодке PBR, полетать на вертолетах ВИИ и М4, самолете F-4 «Фантом», а также воспользоваться разведмашиной BRDM. Разработкой и издательством шутера занимается компания City Interactive. Официальные продажи начались 30 апреля 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 2,4 ГГц, ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске The Hell in Vietnam займет 3,5 ГБ. Геймплей игры настолько однообразен, что по своей сути больше всего напоминает Петрис. Обстрел врагов происходит практически в одних и тех же локациях, а выполнение миссии не потребует никаких умственных затрат. Искусственный интеллект врагов также не создаст вам особых проблем. Тройка за геймплей. Графический движок игры устарел уже года два назад. Низкое разрешение и невнятые, размытые текстуры могут вызвать разве что чувство ностальгии по старым, добрым шутерам трехлетней давности. Растительность в игре такого цвета, как будто на ней лежит сантиметровый слой пыли. А враги и вовсе все на одно лицо. Тройка за графику. О погружении в игровой мир посредством звуковых эффектов не может быть и речи. Все, что вы будете слышать, это треск собственной винтовки и сдавленные крики врагов. Нет ни звука шагов, ни переговоров по рации. Даже окружающие со всех сторон джунглей и те молчат. Тройка за звук. В итоге мы имеем довольно посредственную игру, которая может заинтересовать разве что самых любопытных геймеров. Хотя, если вы обожаете шутеры, посвященные войне во Вьетнаме, то приобрести новинку все же стоит. Тройку получает сегодня The Hell in Vietnam. The Hell in Vietnam – очередной бюджетный шутер о войне во Вьетнаме от польских разработчиков City Interactive. Средней красивости графика, уныло стандартный геймплей с обязательными покатушками на различной боевой технике и массовыми отстрелами вьетконговцев. Все это уже было, но любители подобных развлечений, как ни странно, еще не перевелись. Ваши вопросы и наши ответы по игре The Hell in Vietnam. Вопрос. Помогите пройти миссию на железонарожной станции? Я захожу в здание вокзала, и там меня сразу кто-то убивает. Отвечаем. Прежде чем приступать к зачистке вокзала, хорошенько осмотри все вагоны. При этом не полени заранее закинуть в каждой из них по гранате. Таким образом враги сами повыскакивают из них, как ужалены. Вопрос. Я подобрал какой-то странный пулемет РПК. Для чего его лучше использовать? Отвечаем. Это очень эффективный пулемет. Добавив АКМ удлиненный ствол с двуногой сошкой, большой магазин и новый приклад, инженеры получили отличное оружие для заградительного огня. Несмотря на то, что РПК имеет худшую кучность стрельбы и менее удобен, чем стандартный АК-47, он все же сохранил его надежность и безотказность. Симбин и Эйда знают свое дело в жанре гоночных симуляторов. Все мы помним, какой полгода назад имела успех их игра Race. Трепещите в ужасе нелепые аркадные поделки. Нам уже несут на блюдечке обязательное для любого хита дополнение. Race Caterham – аддон, приуроченный к 50-летнему юбилею знаменитой гоночной компании Caterham Cars. Давайте взглянем, что изменилось и что добавилось нового в мире ревущих монстров и кролей кольцевых трасс. Шведская студия Simbin – одна из немногих организаций планеты Земля, продолжающих создавать серьезные автосимуляторы. За свою короткую историю эта компания ни разу не выпустила двух похожих игр подряд. Race подтверждает эту приятную тенденцию, а аддон Caterham лишь разнообразит и дополняет без того идеальный симулятор автогонок. На этот раз в центре внимания компания Caterham Cars и ее полвековой юбилей. В этой связи игра пофолнилась более чем 60 моделями авто фирмы Юбиляра, в частности Caterham CSR 200, CSR 260 и новейшим концепт-каром CSR 320. Также появилось две новых локации – легендарный кольцевой трек в Имоле и бывшие GP-трассы в Эштариле. Скажем больше, если скандинавы продолжат в том же духе, то поклонникам хардкорных автогонок точно не придется скучать. Системные требования игры таковы. Pentium 4 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео и 1,5 ГБ на жестком диске. Гоночный уикенд в рейс Caterham состоит не из одной, как обычно, а из двух гонок. Причем на втором старте восьмерка лидеров перетасовывается в обратном порядке. Дабы еще более обострить борьбу, организаторы награждают особо шустрые экипажи лишними килограммами балласта, который должен замедлять явных лидеров. Кроме чемпионата, различных вариантов практик и одиночных заездов, в игре имеется весьма любопытный режим под названием Driver Duel. Тут вашим соперникам будет выступать время Pole Position, реальных гонщиков WTCC, установленные в сезоне 2006 года. Наша оценка геймплея — 5 баллов. В техническом плане Caterham — прямой наследник рейс, что совсем неудивительно. В итоге картинка получается пристойная, однако с пресловутым Next Gen'ом, конечно, нет ничего общего. Единственное новшество здесь — это работающие стеклоочистители. Как же их, оказывается, не хватало в предыдущих играх Симбин? Несколько удивляют разве что модели машин, которые отчего-то похудели в полигонах. Возможно, ради того, чтобы устранить один из главных недостатков рейс — совершенно неоправданные тормоза. Наша оценка графического наполнения — 5 баллов. Звук в игре выше всяческих похвал. Само собой, если Симбин и Эйдос разорились на лицензии, то и звучание стальных красавств записывало с их реальных аналогов. Музыка динамична и не дает скучать в перерывах между заездами. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Рейс — отличная гоночная игра, которая почти не уступает своим предшественникам. Эта игра не будет развлекать вас сюжетом, роликами и прочей мишурой. Зато она может предложить настоящий дух автоспорта, абсолютно непохожие друг на друга автомобили, и, наконец, эксклюзивную лицензию чемпионата WTCC. А теперь и близкая знакомство с Кэттерхэм Карлс. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Никто не станет спорить с тем, что любой аддон, тем более появляющийся за столь короткий срок, это в большинстве случаев желание издателей и разработчиков состричь лишний куст капусты. Но если мы говорим о Рейс Кэттерхам, то, несмотря на этот свойственный всем дополнением порог, девелоперы сумели удержать планку качества и даже добавили несколько пикантных новинок. Итак, для тех, кого эта игра заинтересовала, а я уверен, что их большинство, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. А реально ли полноценно играть, не имея руля или джойстика? Отвечаем. Игра, конечно же, пропустит вас из клавиатуры, вот только вам самим будет скучно. Как-никак, это 100% симулятор, поэтому использование гоночных обвесов тут приветствуется. Благо, список поддерживаемых девайсов достаточно внушителен. Следующий вопрос. А что такое REF-лимит в настройках автомобиля? Отвечаем. Это ограничение числа оборотов двигателя. Для коротких трасс ставьте небольшое количество оборотов, а для длинных — наоборот. Следующий вопрос. Какое значение выставлять в параметре лак рулевого управления? Отвечаем. Лак — это максимальный угол поворота колес. На медленных трассах с поворотами малого радиуса угол увеличивают, чтобы можно было вписываться в повороты. На быстрых трассах угол ограничивают, чтобы рулевое управление было менее чувствительным. На сегодня это всё. Меня зовут Борик Роттер, это был Фак. Заходите в форум на сайте munstv.ru. Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdfstv.ru. Мы обязательно всё посмотрим и ответим на ваши письма. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!